Добрый день, коллеги! Темой моего доклада является технологическая платформа 1С предприятия 8. В настоящее время под термином 1С предприятия в широком смысле понимают линейку программных продуктов компании 1С, которая предназначена для автоматизации деятельности на предприятии. По своей сути, 1С предприятие это система программ, в которую входит технологическая платформа в первую очередь, наборы прикладных решений и различные методики. Темой доклада будет именно платформа, как средство разработки. До сих пор периодически вспыхивают дискуссии разной степени интенсивности на тему, что считать встроенным инструментарием, а что средством разработки. Платформа 1С предприятия в настоящее время реальна и достаточно массово используется не только как средство настройки поставляемых решений, но и как средство создания новых прикладных решений, как с использованием типовых фрагментов, так и без них. При этом оно применяется и для создания тиражных решений, а также для разработки индивидуальных решений под заказ. И именно тот факт, что платформа 1С предприятия полноправно, наравне с другими популярными средствами, участвует в выборе инструментов для реализации различных проектов, является практическим критерием, по которому ее можно считать средством разработки. Разумеется, и разработчики неоднократно это подчеркивали, что 1С предприятие не является универсальным средством, а специализированное, именно предметно-ориентированное средство разработки. При том, что ни один из инструментов не может претендовать на решение всех проблем сразу, в то же время универсальные средства разработки ориентированы на достаточно широкий спектр задач, а платформа 1С это задачи автоматизации бизнеса в первую очередь. Несмотря на то, что существуют различные примеры написания на платформе 1С предприятий различных программочек, программулечек, простейших игр, тетрис, шашки-пятнашки всякие возможные, это все-таки уже не такие девиации, отклонения от первоначально задуманных предназначения. Становимся на тех особенностях и преимуществах, которые в настоящее время позволили системе 1С предприятия занять одно из ведущих мест в своей сфере. Я всегда подчеркиваю, что, пожалуй, наибольшим таким революционным шагом в развитии фирмы 1С явилось создание двухуровневой структуры своих программ, когда имеется платформа, которая обеспечивает функционирование конфигурации и открытая конфигурация с открытым исходным кодом, где может любой из достаточно квалифицированных разработчиков разработать и решить свою задачу для любой сферы деятельности или адаптировать существующие прикладные решения. В первую очередь, особенности и преимущества – это высокая скорость освоения, вот в частности, та предметно-ориентированная модель и единый набор средств разработки. Высокая скорость разработки обусловлена удобной, интуитивно понятной средой разработки. Непосредственно функциональность и гибкость для создания автономных, интегрируемых решений, широкие возможности интеграции между различными программами – это все является, несомненно, особенными преимуществами системы. В том числе в настоящее время к числу преимуществ можно отнести кроссплатформенность системы. Созданные приложения сразу же после создания готовы работать в различных операционных средах, как по Windows, Linux, Mac и прочих. То есть не требуют специальной адаптации или перенастройки. Если говорить, что про скорость освоения, то можно смело утверждать, что написание программы на встроенном языке можно освоить за достаточно короткий срок. Конечно, высококлассным специалистом за такое время не станешь, но такому человеку уже вполне можно получить решение несложных практических задач, лучше, конечно, под руководством опытного наставника. В этом мы сами имели возможность неоднократно убедиться на практике, обучая молодежь и привлекая ее к выполнению работы на нашем предприятии. А любой педагог знает, насколько важна эта возможность получения хоть маленького, но реального практического результата. Это очень стимулирует человека в развитии, в изучении и дальнейшем освоении программы. Не в последнюю очередь высокая скорость освоения объясняется и тем, что встроенный язык программирования основан на русском языке, при том, что все операторы встроенного языка имеют как русское, так и англоязычное написание, которое можно использовать одновременно в одном исходном тексте. Ну а все-таки с русским языком мы гораздо более привыкли работать, чем с каким-либо иностранным. Тут уж не поспоришь, я думаю. Высокая скорость освоения объясняется еще и тем, что один из предприятий, как уже отмечалось, это именно предметно-ориентированное средство разработки. И вместо решения технических деталей, разработчик может сфокусироваться на вопросах предметной области, то есть бизнес-процессах, экономикой, алгоритмах массовой обработки информации, проектирование решений с большим количеством структурных элементов, взаимосвязи между ними, отдельно уделить внимание интерфейсу и прочее. В основе прикладного решения лежат метаданные. Они представляют собой структурированное декларативное описание системы. Метаданные образуют иерархию объектов, из которых формируются все остальные части прикладной системы, и которые определяют все аспекты ее поведения. Использование языка программирования ограничено решением тех задач, которые действительно требуют алгоритмического описания. Например, каких-то расчетов проверки, корректности введения данных. То есть они используются в специальные моменты системы, так называемые обработчики событий. Ну, кто знаком с системой, тот слышал, наверное, про об этом. В модели разработки 1С предприятия все прикладные решения описываются метаданными в виде совокупности прикладных объектов, выбираемых из определенного набора прототипов классов. Каждый такой прототип отвечает за отражение в прикладной системе определенной совокупности объектов или процессов предметной области, имеющие схожие поведенческие характеристики и сходную роль в общей картине решения. Примерами таких прототипов являются справочники, документы, регистры накопления. Немаловажным плюсом в помощи освоения платформы является широкое использование визуализации и разнообразных конструкторов при создании объектов. Это конструкторы форм, макетов, движений и так далее. Вместе с продолжением развития платформы 8.3 фирмы 1С, начиная с 2015 года, представила разработчикам бета-версию нового конфигуратора, так называемый пакет программ Enterprise Development Tools. Он базируется на основе технологии Eclipse и является дальнейшим развитием средств разработки платформы V8. Данный механизм представляет собой объединение инструментов Eclipse и конфигуратора. Например, широко использование разнообразных редакторов – это особенность Eclipse. А наличие Property Views, палитры свойств, она позволяет выполнять редактирование объектов без открытия собственного редактора. Это уже особенность конфигуратора. Таким образом, Enterprise Development Tools обладает большим набором тех возможностей, которых еще нет в самой системе 1С предприятия. Это расширяемая архитектура, отдельные конфигурации запуска и отладки, редактирование одновременно нескольких конфигураций, расширение возможностей отладки, своя система контроля версий, список информационных баз и ряд других особенностей. Для тех, кто интересуется развитием этой системы, можно порекомендовать ознакомительную версию графит, которую можно получить на сайте фирмы 1С. Несмотря на то, что текущая функциональность, которая имеется сейчас на данный момент в конфигураторе 1С предприятия, она еще в данной версии Development Tools не полностью реализована, но те возможности, которые в ней имеются, они уже позволяют ознакомиться с системой, и достаточно для того, чтобы на раннем этапе посмотреть, куда мы, как говорится, идем и какие технологии, инструменты для разработки нового поколения. Также можно уже разработать небольшую свою собственную конфигурацию. Существующие технологии, инструменты, платформы весьма разнообразны и включают в себя большое количество возможностей. В рамках ознакомительного доклада даже просто перечисление их заняло бы у меня немало времени. Поэтому можно адресовать интересующихся на сайт фирмы-разработчика 1С. Ключевым качеством платформы является достаточность ее средств для решения задач, стоящих перед прикладными решениями. Это позволяет обеспечить очень хорошую согласованность всех технологий и инструментов, которыми пользуется разработчик. Простейший пример – это система типов. В платформе разработчик использует одну систему типов и для взаимодействия с базой данных, и для реализации бизнес-логики, и для построения интерфейсных решений. У него нет проблем, связанных с преобразованием типов при переходе между разными уровнями прикладной системы. Другой пример – это современная концепция работы с информацией, которая сочетает в себе несколько способов представления данных. Например, это хранение сущностей в базе данных непосредственно, их представление в языке программирования в виде объектов, отображение в форматах XML или JSON, или представление структуры прикладного решения в модели REST. Все эти способы представления опираются на единую систему понятий, и от разработчика не требуются усилий для трансформации данных из одного способа представления в другой. Все это система делает сама, разработчик же один раз описывает некую сущность, а разные представления данных платформа генерирует уже автоматически. Важным моментом, про который я упоминал, является кросс-платформенность программы, один из предприятий. Это возможность ее установки на компьютерах под управлением разных операционных систем. При этом и под Linux программа будет выглядеть и работать точно так же, как и в среде Windows. С помощью стандартных средств конфигуратора можно достаточно быстро разработать приложение, которое будет успешно функционировать на мобильном устройстве под управлением, например, iOS или Android. Это мы уже не первый год демонстрируем на различных семинарах, в мастер-классах по разработке мобильных приложений, в том числе такой мастер-класс пойдет и сегодня, когда мобильные приложения создаются на, как говорится, большом компьютере, в стандартном конфигураторе, а потом разворачиваются непосредственно на мобильном приложении. С помощью такой мобильной платформы можно создавать полностью автономные рабочие места, работающие в офлайне, или, используя гибкие средства интеграции, выполнять синхронизацию данных между различными рабочими местами, например, с центральной базой и автономным приложением. Например, после выхода нового федерального закона 54 ФЗ, который вот в этом году обязал применение кассовых аппаратов, в фирме 1С было разработано мобильное приложение для планшетов и небольшой кассовый аппарат, который позволил выпустить программу 1С-кассы и успешно применять ее для предприятий малого бизнеса. Механизмы интернационализации, заложенные в платформу, позволяют использовать различные языки как при разработке прикладного решения, так и при работе пользователей прикладного решения. Кроме этого, на уровне платформы поддерживаются различные национальные стандарты представления дат, чисел, в первую очередь это обеспечивается тем, что в системе 1С-предприятия все тексты конфигурации базы данных хранятся в формате Unicode, что позволяет обеспечивать и включать любую текстовую информацию одновременно символы разных языков. Здесь уже и упоминавшиеся ранее два варианта встроенного языка. Все операторы имеют как русское, так и англоязычное описание. Различные языки интерфейса платформы и интерфейса программной установки и поддержка интернационализации на встроенном языке. Например, отчеты, использующие текстовый или табличный документ, могут быть получены на языке, отличающемся от того, который указан для текущего пользователя прикладного решения. Стандартный дистрибутив платформы в настоящее время входит в следующие языки интерфейса. Это английский, азербайджанский, болгарский, венгерский, вьетнамский, китайский, грузинский и еще десяток других. Локализация русского интерфейса на другие языки была выполнена фирмой 1С в сотрудничестве с несколькими российскими и зарубежными фирмами. В том числе переведена на болгарский язык, вьетнамский, грузинский, казахский, латышский, литовский, польский и так далее. Залогом успеха развития фирмы это опережающие развитие платформы. Разработчики стараются, чтобы платформа всегда на шаг, а то на два или три шага, опережала развитие самой конфигурации. Например, с началом, с появлением в 2009 году платформы 8.2 сначала шло постепенное развитие, сначала создавалась возможность реализации тех или иных механизмов самой платформы, а затем эти механизмы уже использовались при разработке непосредственно самих конфигураций. В 2012 году произошло разделение платформы на 8.2 и 8.3, также долгое время существовали конфигурации под управлением платформы 8.2. Постепенно, когда все уже и разработчики, и пользователи пришли к выводу, что платформа 8.2 практически исчерпала свое развитие, был совершен резкий скачок, переход на платформу 8.3 и поступательное развитие продолжилось дальше. Сейчас, начиная с 2015 года, вышло новое развитие платформы 8.4, которая сейчас в настоящий момент публикуется и используется в тестовой версии. Фирма 1С регулярно знакомит пользователей с теми новинками, которые появляются в этой платформе для того, чтобы пользователи, разработчики могли ознакомиться с ними. А сама фирма могла постепенно включать те или иные объекты, те или иные технологии в свои прикладные решения. Сам спектр программ, 1С предприятия, очень большой. Светлана Михайловна уже рассказывала немножечко кратенько о том, что есть. Значит, сейчас уже нельзя сказать, что система 1С предприятия это только учетные задачи, да? Вот даже по этой схеме можно увидеть, что большое количество программ сдвинулось в сторону управления, обеспечения данных для системы принятия решений, то есть для обеспечения ведения бизнеса. Ну и в заключении я хочу остановиться на таком моменте на доступности платформы 1С предприятия для изучения и развития. Специально для этих целей фирмы 1С разработаны так называемые учебные версии, которые практически полностью повторяют функционал основных рабочих версий, за исключением небольших технологических ограничений, которые позволяют на основании этой учебной версии платформы разрабатывать полноценные конфигурации, изучать любую типовую конфигурацию. Причем этот программный продукт поставляется как в коробочном виде, ну с описанием дополнительной книги, вложенной и прочее. За это, естественно, как раз материальный объект за это приходится платить, да. Но кроме этого, эта же версия, абсолютно эта же версия, доступна в сети, можно непосредственно с сайта 1С скачать ее, эту учебную версию, и мобильную платформу, в том числе, про которую я упоминал, и это будет абсолютно бесплатно для пользователей, для освоения, для учебных целей. Значит, всем, кто интересуется, доступна онлайн-конференция с разработчиками, где можно задать свои вопросы, получить на них ответы, и тем самым развиваться и идти дальше. У меня все, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я могу сейчас ответить, могу попозже.